Вот смотри, очень многие люди сейчас ищут удалённую работу, потому что, ну, просто потому что доходы наших людей сейчас упали. И, естественно, народ ищет удалённую работу. Почему удалённую работу ищут? Потому что, вот напишу, удалённая работа, потому что это очень удобно, потому что сидя дома можно зарабатывать деньги, это уже ни для кого не секрет, да? Но что такое удаленная работа? Это когда у тебя появляются деньги, дополнительные какие-то, к основному виду заработка, но времени у тебя совсем не остается. Я же предлагаю рассмотреть схему, где мы не получаем дополнительную работу, мы строим бизнес, и бизнес этот онлайн. Бизнес онлайн. Для чего нужен бизнес? Мы же все прекрасно понимаем, что работая на кого-то, мы осуществляем чужую мечту, но не свою. Поэтому я предлагаю осуществлять свою мечту. А как свою мечту осуществить? Только благодаря тому, что у тебя будет свой бизнес. Поэтому и благодаря своему бизнесу мы получим и деньги, и время свободное. Наконец-то мы сможем жить и тратить свое драгоценное время на семью, на детей, на свои какие-то любимые занятия, на занятия спортом, на хобби. Поэтому я предлагаю рассмотреть несколько видов, моделей бизнеса. Вот где мы, собственно, можем заработать эти деньги. Причем еще онлайн. Но давайте рассмотрим традиционный вид бизнеса. Что нужно для традиционного бизнеса нам? Как правило, как минимум, это идея. Идея желательно такая, чтобы она была конкурентоспособная, чтобы она была уникальная. Под эту идею нам нужны деньги. И, как правило, мы используем еще третий ресурс, это время. Но уж коли мы ищем возможности какие-то, то понятно, что денег у нас нет. С идеей тоже не всегда бывает просто. И по статистике 90% бизнеса, который открывается, он закрывается в течение года. Это уже ни для кого не секрет. Но временем это, кстати, невосполнимый ресурс, который желательно потратить с умом. Так, следующую модель бизнеса рассмотрим. Это франшиза. Франшиза. То есть что здесь мы имеем? Здесь есть готовая идея бизнеса, которая уже раскручена, которая с известным брендом, которую не нужно вкидывать много денег в рекламу. Рабочая система, рабочая идея. Но под эту идею нужны большие деньги. Намного больше, чем в новую идею. То есть здесь уже люди зарабатывают на этом, и они хотят зарабатывать на том, что они продают свое имя. Ну, естественно, время это как тот ресурс, который мы всегда используем, начиная то или иное дело. Опять же повторюсь, денег нет. Идея пусть и есть, но она дорогая. Время у нас, ну, мы будем считать, что оно пока еще есть, да. И есть еще такая модель бизнеса, как MLM. Или сетевой, мы еще его называем. Сетевуха, да, кто-то называет. Что же это за бизнес? Здесь, в этой модели бизнеса, есть готовая идея бизнеса. Она не уникальная, но она рабочая. Деньги в этом бизнесе не нужны. И единственный ресурс, который мы задействуем для развития данного бизнеса, это время. Но для того, чтобы развиваться в этом бизнесе, нам нужно четко понимать, в сотрудничестве с какой компанией мы будем развивать этот бизнес. И компанию я предлагаю выбрать по следующим параметрам. Чтобы развивать стабильный и надежный бизнес, нам в первую очередь нужна надежная компания. Надежность. Это очень важно для компании, которую мы будем выбирать на старте. Дальше. Уж коли мы пришли за доходом, да, нам нужно, чтобы в компании был растущий доход. Чтобы нас не ограничивали по доходу. Растущий доход. Немаловажно, когда я говорила в самом начале, что, чтобы у нас наконец-то появилось время для жизни, да. И вот я предлагаю рассмотреть такое понятие, как резидуальный доход. Или пассивный доход мы еще его можем называть. Пассивный доход. Что это значит? Это когда мы выстраиваем определенную систему или структуру, и которая впоследствии может функционировать и работать автономно, без нашего участия. Но при этом мы получаем за это деньги. Интересное такое предложение? Я считаю, что это интересно очень. Дальше. Нам очень важно, чтобы компания была международная. Уж коли мы говорим о том, что это бизнес онлайн, да, нам важно, чтобы в большем количестве стран наша компания развивалась, росла и была на слуху, да, ну, во многих странах. Это очень важно, когда мы развиваем бизнес онлайн. Что еще для нас важно при выборе компании? Естественно, нам важно, чтобы все наши труды, которые мы создадим, все, что мы создадим в сотрудничестве с компанией сетевой, да, важно, чтобы перешло по наследству нашим детям. Мне кажется, это мечта любого родителя, чтобы создать своим детям прочный фундамент. И вот очень важно, чтобы в уставе компании было прописано, что бизнес перейдет по наследству. Так вот, путем недолгих исканий... А, еще один важный момент, вот для меня, как для женщины было, это понятный маркетинг-план. Честно сказать, я не дружу с цифрами, и мне было важно, чтобы я легко понимала, за какой объем проделанной работы и сколько я получу. Поэтому это очень важно было для меня при выборе сетевой компании. Так вот, мой выбор остановился на компании Арифлейм. Что говорит нам о надежности? Это 52 года на рынке. Да, вот здесь я бы еще, знаете, добавила, конечно, продукт. Продукт. Соотношение цена-качество. Это очень важно. Очень важно. Дальше, растущий доход. Изучив маркетинг-клан, мы четко понимаем, что, ну, это в любой сетевой компании, да, если ты будешь работать, то доход у тебя будет расти. То есть, этот показатель нас устраивает. Компания Арифлейм – одна из немногих компаний, которая позволяет зарабатывать пассивный доход. Компания представлена в 62 странах. Мира. Компания в уставе прописана, что бизнес передается по наследству. У компании прозрачный маркетинг-план, что является немаловажным. Тогда, когда приходит новичок. Очень понятно, за какой объем работы вы будете получать и сколько. Ну и продукт, который всем известен, который уже на слуху. Компанию не нужно раскручивать. Имя компании известно. Здесь, я не думаю, что 52 года, столько людей могут ошибаться. И цена достаточно приемлемая, если сравнивать ее с нашим российским рынком. С компанией определились. Теперь нужно понять вообще, в чем суть этого бизнеса. Сразу возникает несколько вопросов, да. Вот у меня возник вопрос, в чем суть бизнеса. Мне казалось на начальном этапе, что очень нужно, очень много нужно продавать. То есть, и продукт, это был одним из основных критериев при выборе компании. То есть, я понимала, что мне нужно будет с этим продуктом идти на рынок и предлагать его большому количеству людей. То есть, я считала, что нужно продавать. Дальше, вот вопрос, что нужно делать. Но, когда я стала разбираться, я стала понимать, что суть-то не в продажах. И далеко не в продажах. Но, бегая с каталогом, невозможно продавать на 100 тысяч. Думаю, здесь даже никто не поспорит. Дальше. Следующий вопрос у меня возник. Кто будет помогать? Следующий вопрос. Сколько здесь можно заработать? Что я получу в итоге? Так вот, разбирая теперь эти вопросы, я нашла ответы на каждый из них. В чем же суть бизнеса? В чем вообще суть любого бизнеса? Суть любого бизнеса в создании товарооборота. Это продвижение товара до конечного потребителя, да? Либо услуг, либо продукта какого-то. То есть, товарооборот. Но способы продвижения этого продукта в традиционном бизнесе и в сетевом бизнесе, они немного отличаются. Вот давайте рассмотрим схему продвижения продуктов в традиционной схеме. Есть компания-производитель. Она выпустила продукт стоимостью 1 доллар. Дальше пошел региональный опт. Дальше пошел крупный опт. Дальше пошел мелкий опт. Дальше пошла розница. И только потом конечный потребитель. Все эти люди, работающие на этих предприятиях, они должны на чем-то зарабатывать. Соответственно, каждый из них прибавляет в лучшем случае 50%. Но мы знаем, что все хотят кушать. Нужно заплатить за транспортировку. Нужно заплатить за помещение. Нужно за хранение заплатить. И в итоге конечный потребитель, это мы с вами, мы платим очень завышенную цену за любой продукт, который мы покупаем в розничном магазине. Что же предлагает нам, какую схему продвижения товара предлагает нам сетевой бизнес? Я рисую вот эту схему, которая до сих пор у всех в головах сидит. Вот компания-производитель. В компанию-производитель приходит дистрибьютор или распространитель, как мы его называем. Закупает по оптовой цене в компании-производителе и отдает это конечному потребителю. Но мы же говорим про онлайн-бизнес. Сейчас это звено, даже это звено мы можем исключить. То есть у нас есть компания-производитель и есть конечный потребитель, который посредством интернет-магазина может сам зайти на сайт и купить продукцию со скидкой для себя в том объеме, в котором ему нужно, минуя дистрибьютора. Но компания говорит, если вы как потребитель еще начнете приглашать людей, которые также будут самостоятельно приходить и покупать продукцию в этом интернет-магазине, и не важно, где ваш приглашенный будет находиться, он сам заходит на сайт и покупает, за эту работу вы будете получать деньги. Ничего не нужно. В этой схеме вы понимаете, что ничего не нужно продавать. Нужно просто пригласить человека, рассказать ему про продукт и показать все возможности компании, за которые компания щедро платит. Итак, мы подошли к следующему вопросу. Суть бизнеса понятна в продвижении продукта на рынок. Просто вот таким очень простым способом. Что нужно делать? Первый пункт мы, конечно же, уже разобрали. Это приглашать людей. Приглашать людей. Вот как приглашать людей и что нужно делать? Для этого существуют определенные методики, которым нужно обучаться. Обучаться. И третье. Организовать свои личные покупки в своем магазине. Покупать. Но что значит организовать личные покупки? Компания Арифлэм предоставляет нам продукт естественного спроса. Гели, шампуни, дезодоранты, зубные пасты, зубные щетки и много еще, много наименований продукции. Порядка двух тысяч. В этом количестве ассортимента любой человек может найти для себя какой-то продукт. Мы так или иначе ходим в соседние наши магазины. Пятерочку, магнит, ашан. Мы покупаем эти продукты, но при этом нам за это ничего не платит компания. Арифлэм же предлагает, покупай у меня те же самые продукты, поменяй свой обычный магазин на интернет-магазин Арифлэм, и ты за эти же покупки еще будешь, с этих же покупок ты будешь зарабатывать деньги. Это один из способов. То есть, как организация личных покупок происходит, меняем обычный магазин на интернет-магазин компании Арифлэм. Также еще можно организовать совместные покупки. Это довольно-таки распространенная схема на сегодняшний день. Это когда все твои друзья, все мамы, братья, сестры, подружки начинают мыться в твоем интернет-магазине. Ну и согласитесь, было бы глупо, если покупать, открыть булочную и ходить за хлебом к соседу. Понятно, что открыв интернет-магазин свой, филиал интернет-магазин на платформе компании Арифлэм, естественно, вы наполняете покупателями свой филиал и сами будете покупать там продукты. Если у вас нет совсем никаких родственников, если вы живете в горах и в гордом одиночестве, тем не менее, вы все равно можете организовать свои личные покупки посредством, в горах это будет сложно, конечно, посредством каталога. Ну, это один из вариантов. Собственно, вот людей с каталогами-то мы и видим, да, что люди не видят работу в интернете, люди не видят, какую организационную работу мы проводим, да, люди видят только человека с каталогом. И поэтому такая ассоциация складывается, что нужно именно продавать и нужно ходить с каталогами. Ну, так вот, мы разобрали, что нужно сделать. Теперь вопрос о том, кто будет помогать. Здесь вообще все очень просто. Помогать будет тот человек, который пригласил вас в этот бизнес и который вам рассказал про возможности этой компании. Теперь самый вкусный вопрос. Сколько же можно зарабатывать? Компания нам предлагает от своих личных покупок вернуть нам от 3 до 22% в зависимости от того объема, который мы купим у компании, да. И вот, когда объем ваших покупок составит 300 тысяч рублей, компания вернет вам, заплатит вам 30 тысяч рублей и присвоит вам звание директора. Директор. Директор. Директор это человек, который создал объем покупок на 300 тысяч рублей и удержал этот товарооборот 8 каталогов. За это компания будет платить 30 тысяч рублей и плюс 100 тысяч единовременная премия выплата. Сколько вы получаете на своей сегодняшней работе премии? Компания Арифлейм платит 100 тысяч рублей. Плюс банкет директоров. Оплаченная поездка. Дальше. Если же под вами вырастает директор, то есть вы помогаете своему другу создать такой товарооборот, вы становитесь старшим директором. Ваш доход составляет 50 тысяч рублей, вы получаете премию 150 тысяч единовременную, также банкет директоров. Так, если вы помогаете двоим своим друзьям стать директорами с доходом 30 тысяч, вы становитесь золотым директором с доходом 75 тысяч рублей, получаете единовременную выплату 200 тысяч рублей, плюс банкет директоров и плюс золотая конференция, на которую вы едете бесплатно со своим спутником за границу отдыхать. Дальше. Если вы помогаете шестерым своим друзьям стать директорами, вы становитесь бриллиантовым директором с доходом 250 тысяч рублей в месяц, плюс 600 тысяч премия, плюс золотая конференция, бриллиантовая конференция, менеджерская конференция, которую я упустила, которую однозначно попадает, плюс автомобиль стоимостью 2,5 миллиона, компания выделяет эти деньги. Как вы считаете, стоит разобраться в этом бизнесе, вот как это делается и что нужно делать? Мы с вами уже разобрали. Приглашать людей, обучаться, покупать. Директор делает одни и те же действия и бриллиантовый директор делает одни же действия. Сколько можно заработать, вам решать. Но это еще не все. К вопросу о пассивном доходе. Вот вы пригласили человека, который стал директором. Ваш директор пригласил директора, помог человеку, своему другу стать директором. И мы рассмотрим сейчас только вот эти моменты. Как только вы вырастили одного директора, компания с его товарооборота будет платить вам 5%. С директора вашего директора, компания обязуется платить вам 2,5% с товарооборота. С директора вашего директора, компания обязуется платить с товарооборота. И там еще в глубину, не буду продолжать, но суть ясна, да? То есть вот это и называется пассивный доход. И наша задача вырастить как можно больше директоров в первой, второй, третьей линии. То есть с каждого, с каждого директора вы будете получать деньги пожизненно, пожизненно. Вот он, пассивный доход. Вы поработали, поработали, поработали и пожизненно получаете эти деньги. Что получаете вы в итоге? В итоге вы получаете время, деньги, свободу. Стоит разобраться в этом бизнесе? Я думаю, стоит. Пишите.